Сосмотр просторных классов Уроки ведутся на трех языках – русском, английском и татарском. Учащимися комплекса стали больше двух с половиной тысяч ребят. Проект инициировал государственный советник Татарстана Митимир Шаймиев. Он сегодня тоже здесь, вместе с Рустамом Минихановым, который поддержал проект. Помимо главной площадки на улице Бондаренко, комплекс «Адымнар» объединил казанский билингвальный корпус на Бичурино. В отличие от традиционных классов, уроки здесь проходят в кабинетах с такими панорамными стенами. Сделано это для того, чтобы каждый мог увидеть, как проходят занятия. На таком позитиве Рустам Миниханов и Митимир Шаймиев встретились с учителями, которые делают первые шаги вместе в полилингвальном образовании. Теперь это большая команда, которая объединила педагогов со многих школ. Одна из них – Венера Азеева. В системе образования работает больше полувека. Те дети, которые были по тем временам, они очень отличаются от тех детей, которые сегодня учатся в нашей школе. Они более энергичные, они более любознательные. За одним столом как опытные педагоги, так и молодые учителя. Марат Мулагалиев, профессии всего три года, но уже знает, как найти общий язык с детьми. Это какое-то приветствие, должно быть какое-то доброе лицо учителя, какое-то доброе отношение к людям – это первое, наверное, что требуется от нас. Ну и, во-вторых, знать свой предмет и как-то грамотно, иногда нестандартно приносить это детям. Именно в таких условиях должно воспитываться новое поколение, отмечает президент. Проект Адамнар признан стать моделью современной школы. Он должен обеспечить конкурентоспособное образование на русском, татарском и английском языках в соответствии с российскими госстандартами и задачами национального проекта образования. Есть две профессии, где бы я не смог 100% работать – это быть врачом и быть учителем. У меня не хватит на это и терпения. 45 минут не хватит. 45 минут я могу, но целый день, чтобы ты там был. Это невозможно. Поздравляю учителей. Рустам Миниханов призвал ветеранов помогать молодым специалистам и делиться опытом. А также подчеркнул, что быть учителем – это настоящее призвание. В школе вот это – это ноль. Пока учителя нет. Я думаю, 90% – это учитель знаний, а 10-15% – это вот обстановка. Потому что знания дает учитель. С ним согласился и Ментимер Шаймиев. Склава «Учитель» писать с большой буквы во все времена. Как исключение. Потому что учителя же были, когда еще письменности даже не было. А они же проводили в жизни. Или верили, или какие-то мысли. Уже через 4 года сеть полилингвальных комплексов планируется расширить до 6. Два из них будут в Казани. По одному – в Елабуге, Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. Рамиль Галюлин, Алмазий, Динов, ТНВ, Казань.